И всем привет ребят, с вами с Ройкостью, записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, а именно обзору новых устройств из Танка Фонда. Если вам нравятся подобного рода видеоролики, то обязательно не забывайте поддерживать их лайком, не забывайте подписываться на канал, ну и конечно же не забывайте про розыгрыш, который прямо сейчас у нас имеется на канале на 2 миллиона кристаллов на 30 тысяч танкоинов. Для этого в настройках игры в аккаунтике устанавливайте ему личный такт, тактимпе, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Сегодня вместе с вами мы будем тестировать новое устройство на Вулкан, это Пульсар, посмотрим насколько он эффективен в рамках нашего замечательного матчмейкинга, насколько силен он вообще в целом, ну и что с ним вообще можно сделать, насколько это будет шикарно или наоборот не круто работать. Сегодня мы все это дело узнаем, ну а вы конечно же проявляйте свою активность и пишите в комментариях, какое следующее замечательное устройство мы будем тестировать. Так, у меня есть иммунитет от поджога, я наверное беру комплектик вот такой вот в виде Крусейдера Вулкана, в виде Крусейдера Вулкана с Гиперионом и отправляюсь в бой тестировать всю эту машину. Ну, возьмем сейчас резист еще от рельсы, дабы нас рельса сильно не нагибала, вулкан имеется, ну и пикаем, я думаю, что быстрый бой, в принципе здесь особо ничего выбирать, я думаю, что не стоит, поэтому берем нашу замечательную комбиночку, Ну и смотрим, насколько сильно себя покажет этот вулкан, насколько часто вообще будут вылетать криты у него и насколько он вообще актуален в рамках нашего матчмейкинга на сегодняшний день. Это очень и очень интересно. Меня закидывает на мосты в режиме осады, что касаемо поворота башни, то она, я так смотрю, дефолтная, да, то есть нет никаких здесь минусов, нет никаких дополнительных плюсов, То есть это просто дефолтный параметр, ну и с крита у нас должен залетать как раз таки вкусный статус эффект, который накладывает полную фарш-люстру на противника. Ну и смотрим вообще, насколько эта фарш-люстра часто будет у нас залетать. Пока что еще ни одного крита я не увидел, если, например, сравнивать с той же жигой, на жиге критов довольно-таки много у нас вылетает в целом. Да, здесь пока что у нас я критов не вижу. Ноль критов, пока что ноль критов, ноль критов. Я два баллона уже разрядил. Опа, опа, вот это степа пошел, контактик. Два крита буквально за промежутки за 0,5 секунды. Это очень неплохо. Ну и если у нас часто эти криты будут вылетать на вулкане, то есть возможность очень вкусного подстоппинга противника. И за счет этого как раз таки тоже дополнительного нагиба. Единственное только то, что мне не нравится на вулкане на сегодняшний день, это то, что башня очень долго крутится, если вы зажимаете по противнику сильно. Да, и теряете контроль по наносу урончика. Да, Крусейдер это наверное идеальный корпус на сегодняшний момент времени для этой пушки. И здесь лучше всего еще даже использовать Крусейдер как раз таки с замечательным, как он называется, замечательным устройством на корпус драйвер. Да, чтобы у вас еще быстрее копился овердрайв. Сосуль я конечно сейчас довольно жесткую промазал. Но в целом у нас обзор то на вулкан, поэтому даже если я здесь промахиваюсь, то ничего страшного здесь в этом плане нет. Что касаемо Диктатора, то я думаю, что нет никакого смысла использовать этот вулкан с ним. Да, пульсары на Диктаторе не являются супер эффективной вещью. А вот как раз таки на каком-нибудь Крусейдере, Оресе, я думаю, что эта комбина смотрится очень и очень хорошо. По сути, мне даже иммунку здесь от поджога не нужно было брать. Потому что я и так не пережимаю на вулкане, и вулкан у нас, сам барабан перезаряжается очень быстро. Поэтому то, что я взял здесь иммунку, это, можно даже сказать, своего рода ошибка. Но ничего страшного в этом нету, поэтому в принципе можем оставаться на таких параметрах, которые у нас имеются. Так, интересный у нас гром против заморозка играет. Довольно сильный статус эффект накладывается. Но, если учитывать тот факт, что у меня все статус эффекты срабатывают с овердрайва, то, наверное, все-таки мой замечательный вулкан будет поинтереснее. Если, конечно, эти криты будут почаще залетать. Потому что сейчас что-то как-то критов у нас крайне-крайне мало. Крайне мало критов летит. Хотелось бы все-таки, чтобы этих критов было у нас поболее. Ну и вообще желательно, чтобы эти криты, например, два в ряд вылетали. Когда два в ряд крита у нас, то шансов как раз-таки на реализацию нашей пушки становится еще намного-намного больше. Так, накидочку здесь по аресику можем тоже оформить контентовую. Пробуем здесь какой-нибудь блокшотик. Или что тут у нас вообще имеется? По Титанчику такую сардельку вкусненькую оформляем. Чуть дистанции сделали. Ну и меня нарезают. Здесь тоже ребяточки отправляют. Поэтому что мы делаем? Что мы делаем, ребяточки? Что мы делаем? Пробуем не отдавать здесь точку. Пробуем накидать как можно больше. Вулкан вообще, я так понимаю, что здесь с дефолтными параметрами. Нет у него никаких дополнительных непреимущественных минусов. Да, то есть если я в последнее время играл с вулканом как раз-таки на адреналин, и он мне за каждый процент моего пониженного хп добавлял урон, то здесь у нас просто стандартные дефолтные параметры вулкана с как раз-таки критами. Да, но критов, на мое удивление, вылетает не так много. Почему-то мне казалось, что этих критов должно быть больше. И за счет этих как раз-таки критов у нас будет больше возможностей на, в первую очередь, деморализацию противника. Да, потому что когда тебе постоянно залетают эти криточки вкусные, то это уже тебя дизморалит. Ну, а во-вторых, чтобы у нас была возможность быстрее слить оппонента. Правильно? Но счет у нас 1-1 и 8 минут до конца. По киллам вообще выглядит все довольно-таки неплохо. 17 киллов у меня уже имеется в такой катке. Да, а такая катка, ну, наверное, является не самой простой для вулкана. Хотя, хотя, наверное, даже и нормальная. Наверное, даже и нормальная каточка. Так, шикарную Сусулендрочку в 3 танчика. Ух, могла залететь, но 2 танка из 3 у нас быстро добили. Ну, и я, конечно, еще и контентово, конечно же, падаю в минус. Это уже по дефолту. Здесь я прям, ну, вообще не удивлен от слова совсем. Так, дальше, что у нас здесь имеется? Захватик пытаются оформить у нас. Ребята, пробуем не отдавать эту точку. Мне бы вообще по-хорошему, чтобы у меня тоже овердрайв появился. Побыстрее. Бля, ну вот, хорошо, хорошо! Хорошо! Вот это сейчас 3 момента подряд очень сильно посадил на пятую точку оппонента. И он не смог вообще ничего сделать против моего вулкана с пульсаром. Это было мега сильно. Вот когда так работает статус эффектник и настолько большое количество критов за минимальный промежуток времени вылетает на вулкане, это работает очень и очень сильно. Поэтому нужно, чтобы этих критов как раз-таки, в принципе, было у нас больше. Блин, это только какой-то арес. Арес какой-то! По нему всегда криты залетают. Я не знаю, что это за приколом. Даже уже резис взял от меня. Настолько ему больно в моменте стало от этого вулкана, он решил от меня взять резист. Но, по сути, резист ему ничем не поможет, потому что я наношу все статус эффекты. И просто его за счет как раз-таки статус эффектиков и сливаю. Так, у нас противник опять внизу контролирует точку. По-хорошему было бы еще разочек попробовать влететь под этих оппонентов. Так, но я уже влетать не успеваю и даже сосулю не успел дать. Даже не успел сосулю дать. Хотел дать типов снизу. По итогу не дал даже в типов, которые стоят сверху. И по итогу мы потеряли эту замечательную точку. Но, что касаемо вулкана, то, если честно, он меня радует. Он меня радует. Резистов от него, можно сказать, практически нету. Вообще, на постоянной основе в матчмейкинге. Соответственно, можно очень-очень неплохо, эффективно его реализовывать. Также, я вообще с вулканом относительно недавно записывал еще один видос. Который еще до сих пор, кстати, у нас на канале не вышел. В связи с тем, что у нас появились новые интересные плюшечки в игре. Но, я думаю, что в ближайшем будущем он тоже выйдет. И вы сможете вообще оценить механику нового обновленного вулкана. Потому что он немножко у нас поменялся. Здесь у нас больше, как бы, обзор на устройство. Да, там я уже более кардинально разбирал саму механику этого вулкана. Поэтому, в ближайшее время, кому интересно, можно, так сказать, заспойлерю то, что видос у нас еще один с вулканчиком обязательно выйдет. 4,5 минуты у нас до конца. Каточку мы проигрываем. Проигрываем 1-2. Падает овердрайв на центре. Нужно попытаться его забрать. Ну и пока что, если честно, все складывается, ну, довольно плохо в рамках именно этого боя. Сам вулкан вроде как себя показывает довольно-таки хорошо. Ну и, кстати, в моменте даже иммунка мне помогает. Иммунка мне помогает. С иммункой даже как-то и попроще, чем было бы без нее. Так, ну и самое главное, чтобы мне вулкан не нанес здесь этот противный статус эффект. Потому что если бы этот противный статус эффект еще залетал, было бы прям очень больно. Так, два противника у нас стоит снизу. Продолжают они здесь контролировать у нас позиционочку. Отлично им кто-то эту позиционку портит. Не хотел я просто овердрайв нажимать на них. Думаю, что этот овердрайв можно куда-то сунуть в более нужное дело. Но они в очередной раз контролируют, да, подъемчик. То есть наш тиммейтов подъезжать пока что на точку не собирается. Пока они не подъезжают, мне нужно как раз-таки стараться контролировать максимально здесь долго. Так, титана купол есть, поэтому у него сразу Оуди летит. На всякий случай, на верочку. Плюс там еще противник в сумме неплохо залетал. Поэтому пойдет, да, для захвата точки прожать овердрайва. Ну и нужно нам забирать. Нужно забирать. Точка забирается. Титан теперь может нажать купол. Но и то, и то я могу ему этот купол в моменте сбить критом. Да, то есть по критам. Ну, шикарно, шикарно, шикарно. Если честно, шикарно. Я даже думал, что все-таки вулкан этот будет послабее. Я думал, что не будет прям настолько много критов залетать. И настолько хорошо садить он противника. Но выглядит пока что все очень хорошо. 735 очков у меня уже в рамках этого боя. Постараемся добить до 1000. Если 1000 здесь поднимем, то будет просто шикарно. О, хорошо мог титанчик сейчас успеть в моменте прожать куполочек. Но мне так даже казалось, как будто у меня не было в моменте там каком-то критов. Что мне даже сейчас крит залетит по нему и просто собьется этот эффект. Но крита не было. Мы его просто разобрали. И это тоже очень-очень неплохо. Что он просто так свой овердрайв потерял. При том, что на счет 2-2. Можно сейчас попробовать камбэкнуть эту катку. Ну и по итогу выиграть ее вообще. Выиграть ее вообще можно. По-хорошему. Мне бы... Ой, шикарно! Не, ну вот эти моменты это просто бомба. Когда ты вот так вот садишь на статус эффекте к оппоненту. Это конечно выглядит прям мега сильно. Так, овердрайв у меня есть уже практически. Точку бы только чтобы кто-то придержал. Снизу тип держит. Боже, какой же красавчик у нас. Игрок с ником Илья. Илюха просто красавец. Здесь точку просто соло придерживает и не отдает противнику. Это очень и очень было сильно с его стороны. Так, у Ареса еще одна оверка откуда-то появилась. Это 100% прожатая своя оверка. Потому что я при сбитии снимаю ему полный процент. Так, ну и Титан ставит купол. Титан ставит купол. Еще и дроповая оверка только-только начинает падать. Соответственно, это 100% своя прожатая оверка от оппонента была. Но ничего страшного. Ничего страшного. Пусть прожимают. Пусть прожимают, ребятки. Мы сосулечки будем вот такие вот вкусные раздавать. В принципе, нас, наверное, все устраивает. 50 секунд до конца. Если я ничку эту катку закончу, то уже это будет хороший результат. Если учитывать тот факт, что мы эту катку вообще проигрывали изначально. Поэтому пробуем не отдать ее. Пробуем законтролить. И по очкам у меня 815. 815. Еще там плюс сверху не прибавился. Такой прям сильный. Так, но контролинг точки у нас присутствует. Это меня не может не радовать. Потому что у противника захват требуется где-то около, наверное, 30 секунд. Соответственно, уже этот накидочку он сделать не может. Вот противник, который поджимал свои овердрайвы, пишет GG. Но я не особо вижу здесь GG, когда чел нажмет свои оверки, чтобы как раз таки выиграть катку. Но что касаемо вулкана, то довольно-таки неплохо. Довольно-таки неплохо. Довольно-таки интересное устройство, как оказалось. Не сказал бы, что это прям супер-супер-мега-мега-мега имба. Но как устройство со статус-эффектами, наверное, является лучшим на вулкан на сегодняшний момент времени. Что у нас вообще есть на вулкан еще интересного? Регулятор скорости стрельбы, зажигательная лента, адреналин. Да, я думаю, что это лучшее. Это лучшее устройство на сегодняшний момент времени для вулкана. Поэтому в целом это то, что можно очень неплохо и эффективно использовать. Поэтому пишите, что вы думаете по поводу этого вулкана. Обязательно поддержьте данный видос лайком, если вы еще этого не сделали. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну и также, конечно же, не забывайте подписываться на тележечку. Ссылочка на которую есть в описании. Относительно недавно начал активно ее вести. Ну и вся информация по стримам и не только там. Плюс лайв, дополнительный контент. Поэтому если интересно, то обязательно тоже подписывайтесь. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok